Кадеты ждали встречи с нетерпением с конца декабря. Константин Клюка первым делом поздравил ребят с успешным окончанием второй четверти и пожелал успехов в новом году. Продолжайте развиваться, учиться, открывать для себя какие-то новые горизонты, познавать что-то новое и интересное. Самое главное, с моей точки зрения, самое главное, приходите каждый день в школу с желанием к учебе, с улыбкой на лице и с хорошим настроением. И тогда, наверное, все те горизонты, о которых я сейчас говорил, они обязательно каждому из вас здесь присутствующему, без исключения, обязательно покорятся. 19-й школе без преувеличения повезло. Помимо премии, по итогам четверти шеф и Федор и Константин Клюка не искупятся на материальную поддержку. Так, в декабре, благодаря их помощи, сбылась давняя мечта кадетского корпуса «Виктория» – принять участие во Всероссийском кадетском форуме «Золотой палет». Старооскольцы не только взяли кучу призовых мест, но и стали абсолютными победителями слета. Оргкомитет форума, проходившего на базе МГТУ имени Баумана, передал Константину Клюке благодарственное письмо за помощь кадетскому корпусу. В составе команды из десяти кадетов на слете был и десятиклассник Данил Лыга. Премию он получает уже второй раз. В прошлый раз деньги просто разошлись, а в этот раз я буду заниматься репетиторами, чтобы после поступить в высшую чемпионату заведения. Санкт-Петербург, Михайловскую военную и телевизорскую академию. Всего десять учеников получили премии по 25 тысяч рублей. Круглый отличник, спортсмен, семиклассник Никита Мамыкин деньги не тратит. Решил копить на поступление в ВУЗ. Откладываю на дальнейшую учебу в Рязань, в погранвойска ФСБ. Возможность получения солидной премии вносит дополнительный соревновательный дух в жизнь кадетского корпуса. Очень серьезный стимул. Я сама была 24 года классный руководитель. Для детей это очень значимо. Причем значимо в таком плане, что они почему-то сразу начинают задумываться об дальнейшей своей жизни, об учебе. Для того, чтобы подать материалы на соискание премии Федора Ивановича Клюки, каждый учащийся, естественно, готовит на себя портфолио, собирает материал. И если показателей никаких нет, к сожалению, он не может претендовать. Ну и даже имея показатели, таких учащихся у нас много, у нас выстраивается рейтинг. Учитель информатики и физики Татьяна Щебетун в этот раз тоже отмечена премия в размере 30 тысяч рублей. Считает, что это уникальная инициатива семьи Клюка очень своевременно. Было бы здорово, если бы и другие бизнесмены взяли под шефское крыло остальные школы города. Это очень хорошая поддержка каждому учителю. В первую очередь, это оценка его труда. Кадеты поздравили Константина Олеговича с днем рождения, который он отметил 19 января. А в подарок преподнесли самодельный сувенир. Завершая встречу, Константин Клюка отметил, что самое важное на сегодня для него, как шефа школы, руководителя крупного бизнеса, депутата, это человеческий капитал. Эту пятилетку, будучи депутатом, я сейчас говорю как депутат, это, конечно же, развитие социального, человеческого капитала. Что я под этим понимаю? Я понимаю в первую очередь развитие образования и развитие здравоохранения. На этом поприще я буду стараться максимально сделать все, что могу от себя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ